Здравствуйте! У микрофона Алексей Сорокин. Искусственный интеллект – это уже далеко не фантастика. То, что вчера казалось за гранью воображения, теперь призвано делать нашу жизнь проще и комфортнее. Работы, ориентированные на разработку и использование систем искусственного интеллекта, проводятся и у нас, в Ульяновском государственном техническом университете. Сегодня университет является признанным лидером в этой сфере. Продолжит доцент Ульяновского государственного технического университета Вадим Шишкин. Искусственный интеллект сейчас является трендом. Действительно, дальнейшее развитие информационной технологии связано только с искусственным интеллектом, потому что все остальные технологии уже достаточно хорошо освоены и развиты. В Ульяновском государственном техническом университете искусственный интеллект развивается с прошлого столетия, где-то с 80-х годов. Есть несколько команд, серьезных команд, которые занимаются проблематикой искусственного интеллекта на мировом уровне. Есть школы, которые известны в мире. Наши студенты, например, есть чемпионат по интеллектуальному анализу данных, чемпионат мира. Наши сотрудники неоднократно выигрывали этот чемпионат. Поэтому есть очень серьезные школы, есть очень серьезные заделы по решению задач именно искусственного интеллекта. Я работаю в комитете по искусственному интеллекту научно-образовательного центра инженерии будущего. Мы занимаемся совершенно новым направлением искусственного интеллекта, так называемый иммершедный интеллект. То есть сейчас все говорят про индустрию 4.0, но по нашему мнению сейчас уже нужно говорить про индустрию 5.0. Дело в том, что в интернете сейчас устройств значительно больше, чем людей. И устройства сами должны договариваться между собой по решению тех или иных задач. Вот этой проблематикой мы и занимаемся. Сейчас есть очень много направлений искусственного интеллекта. Наиболее такое сейчас на слуху – это так называемое машинное обучение. И когда компьютер может, анализируя большой набор данных, делать какие-то прогнозы, выводы. Ну, например, у водителя фура есть специальное устройство, которое не позволяет ему уснуть. Известно, что как бы водители, дальнобойщики, они очень часто засыпают на дороге. Ну вот, искусственный интеллект, то есть камера смотрит на него, видит, что человек засыпает, начинает его будить. Ну и советует, например, остановиться и поспать. А в Ульяновском государственном техническом университете наверняка занимаются не только созданием искусственного интеллекта. Мы участвуем не только в комитете по искусственному интеллекту. То есть наши ученые работают в комитете по новым материалам, работают в комитете по новому транспорту, в других комитетах работают. Просто искусственный интеллект у нас в России известно, что у нас есть школы. И поэтому мы входим в этот комитет и работаем в этом комитете. Но кроме нас, там еще ученые Самары, ученые Питера. Ну мы их давно знаем, они нас знают. Поэтому как бы клуб по интересам, который позволяет совместно решать очень серьезные научные задачи, которые в одиночку решить практически нельзя. А прошедший в феврале фестиваль науки, насколько он полезен и ученому сообществу, и студентам? На мой взгляд, фестиваль науки показывает, что есть такое понятие фронтир технологий. Именно в фестивале науки мы можем показать людям, где сейчас наука, куда она движется и что можно ожидать от науки. Какая поддержка, в первую очередь финансовая, оказывается техническому университету? Ну, например, различные конкурсы по линиям министерства есть финансирование. Ну и, в принципе, есть хоз договора, где коммерческие компании заказывают нам разработки в сфере искусственного интеллекта. Ну а в целом мы соответствуем уровню крупных федеральных вузов? Если касается искусственного интеллекта, то да, конечно, у нас есть научная школа, которая вообще имеет мировое признание. Поэтому искусственный интеллект – это в значительной степени математика, это в значительной степени такие высокие технологии. Поэтому, да, реализация, конечно, имеет место, но сейчас, пожалуйста, в облаке вы можете реализовать все, чего угодно. А многие ли выпускники вуза стали высокими профессионалами своего дела? Наверняка многие работают и за границей, в том числе. Очень много. Ну, например, есть такой человек, как Руслан Фазлыев. Недавно он продал свой стартап в Америке за 500 миллионов долларов. Другой, например, человек, который очень сильно помогал и сейчас помогает IT-сообществу Ульяновска – это Лев Валкин, который сейчас в Силиконовой долине работает. У нас много людей работает в Силиконовой долине. Но люди, когда уезжают, они все равно помнят про альмаматор, они помогают Ульяновску, помогают Родине, поэтому это хорошо. Насколько мы конкурентно способны в этом плане? В жизни все меняется. Вот тоже самое Фазлыев, как-то выступая на Стачке, если вы знаете, у нас ежегодно в Ульяновске проходят очень серьезные IT-конференции Стачка. Он как-то выступал в Ленинском мемориале на сцене, и он сказал, я рекомендую большим корпорациям, бойтесь маленьких компаний. Он мне в виду себя, и он оказался прав. То есть продать стартап за 500 миллионов долларов – это очень серьезно. А идут ли разговоры о том, чтобы и у нас тоже создать подобный комплекс институтов, центров и лабораторий, как в Силиконовой долине? Такие мысли постоянно бродят, начиная где-то уже лет 30 тому назад, когда мы начали организовывать IT-сообщество Ульяновска. Но пока догонять всегда тяжело. Поэтому будем стараться. А кто заинтересован в том, чтобы пользоваться искусственным интеллектом? – Искусственный интеллект сейчас нужен всем. Поэтому вот если мы говорим про комитет искусственного интеллекта в носе инженерии будущего, то там не только ученые, там и технологические компании, там и очень серьезные представители Роскосмоса, очень серьезные представители оборонных предприятий. То есть они выступают там как постановщики задач, потому что именно от них мы можем узнать, чего же конкретно нужно. – Какие задачи сейчас стоят перед вами? – Ульяновск на IT-карте России известен как столица электронной коммерции. Очень много продуктов, на которых работает там Facebook, например, Amazon и так далее, такие гиганты, они создаются здесь в Ульяновске. Это одно из направлений. Но дело в том, что сейчас электронная коммерция без искусственного интеллекта, она будет сдуваться. И там, кто обладает навыками и компетенциями в искусственном интеллекте, те и будут на коне. Поэтому сейчас ульяновские компании, я просто знаю очень многих, очень многие серьезные компании, они начинают у себя развивать, создавать специальный отдел искусственного интеллекта. Например, вот очень известная компания, на мой взгляд, одна из самых мощных, это Simbersoft, она сейчас создает R&D-центр, который будет ориентирован именно на искусственный интеллект. Вадим Викторинович, напоследок поделитесь своими ожиданиями. Очень здорово, что в России ульяновские продолжают рождаться умные дети. Хотелось бы, чтобы они не уезжали из Ульяновска, потому что в Ульяновске есть серьезные школы, где можно очень хорошо развиваться и получить нужные компетенции. Ну и дальше, чтобы IT-сообщество Ульяновска развивалось тоже, чтобы мы эти задачи решали все более и более эффективно. Напомним, что Ульяновский государственный технический университет стал обладателем гранта на разработку программ по искусственному интеллекту, а также на повышение квалификации педагогических работников вузов в сфере искусственного интеллекта. А среди студентов искусственный интеллект и вовсе стал почвой для реализации своих смелых идей. Слово студенту университета, руководителю проекта цифровой олимпиады «Волга-АйТи» Евгении Полушкиной. Я вообще являюсь руководителем проекта цифровой олимпиады «Волга-АйТи». То есть ОЛГТО и, в частности, «Точка кипения» как раз-таки является организатором этой олимпиады. Мы занимаемся тем, что мы проверяем знания и навыки школьников и студентов со всей России, но и не только России, уже сейчас в области информационных технологий. В будущем, я думаю, если говорить именно про олимпиаду, например, про наш проект, то она уже и так организуется 15 лет, то есть с 2006 года. И она не теряет своей актуальности даже с 2006 года, потому что список дисциплин каждый год обновляется, начиная от веб-дизайна, заканчивая программированием на различных языках. И кураторы нашей IT-компании стараются изменять этот список дисциплин, добавлять его, актуализировать, исходя из своих потребностей, потребностей рынка, ну, какие кадры им нужны, и исходя, в принципе, из общей ситуации вообще, какая сейчас есть на рынке. В 2022 году также планируется проведение олимпиады. Мы уже планируем начало отборочного этапа, то есть приглашает студентов с разных регионов для регистрации на нашем сайте и для участия в отборочном этапе, и потом участие в финальном этапе, который проходит в Ульяновске ежегодно. То есть мы привозим, приглашаем всех участников в Ульяновск. Ну, а если говорить о студентах политеха, то наверняка встречаются удивительные таланты. Могу сказать, что среди студентов тоже очень много талантливых, способных ребят. То есть, например, у нас в 2019 году финалистом, победителем, призером стал участник, учащийся лицея при УЛГТУ. То есть он наравне с ребятами постарше, так скажем, а возрастом может доходить до 23 лет. Достойно представил себя, свое учебное заведение. В прошлом году у нас было много также учащихся из колледжа, из техникумов, которые тоже наравне с студентами, уже работающими студентами выступали, достойно показывали себя. Что сейчас в приоритете у молодежи? Работать в крупной компании или же заниматься созданием своих проектов? Ну, мне кажется, большинство все-таки выбирают эту работу в компаниях, то есть двигаться в этом направлении. Но, конечно, есть отдельные люди, так скажем, которые хотят создать что-то свое, создать свою компанию или какой-то свой проект. Ну, а у ребят есть возможность для того, чтобы реализовать себя? Мне кажется, что у нас сейчас достаточно много проектов, где могут себя проявить, поучаствовать студенты, школьники, показать себя. И самое главное, чтобы их смогли заметить и в будущем либо принять к себе в компанию или в команду, или просто взять на вооружение и на дальнейшее обучение. Искусственный интеллект постепенно приходит во все отрасли – медицину и здравоохранение, образование, промышленность, торговлю. А вскоре его возможности станут практически безграничными. Живем мы все же в век технологий, как ни крути. В это воскресенье, 13 марта, в концертном зале Дворца культуры Губернаторской выступит один из ведущих музыкальных коллективов страны – Национальный академический оркестр народных инструментов России имени выдающегося советского музыканта Николая Осипова под управлением художественного руководителя и главного дирижера, народного артиста России, профессора Владимира Андропова. Оркестр подготовил сразу две программы. Прозвучит музыкально-литературная композиция по мотивам произведений Виктора Драгунского «Денискины рассказы», а также большой концерт «Вечер с русским оркестром». Оркестр, к слову, по праву считается национальным достоянием и визитной карточкой России. Он был создан еще в 1919 году на волне возрождения русского народного музыкального искусства. Коллектив постоянно сотрудничает как с ведущими музыкантами, певцами, инструменталистами, композиторами и дирижерами, так и с молодыми исполнителями. А с 2009 года оркестр возглавляет Владимир Андропов, народный артист России, дирижер Государственного академического Большого театра, профессор Российской академии музыки имени Гнесиных, лауреат премии правительства Российской Федерации в области культуры за 2011 год. Передадим ему слово. На сложнейшем периоде нашего оркестр стала Великая Отечественная война. В те годы оркестр был практически расформирован. Тогда оркестр руководил Николай Петрович Осипов, чье имя мы носим. Он ездил по фронтам войны и собирал мобилизованных музыкантов. Правда, ему оркестр был снова собран и продолжен свое существование. Я считаю это самым трудным моментом в истории оркестра. А как оркестр развивается на современном этапе? Что интересного и, может быть, неординарного происходит в его жизни? Ну, конечно, происходит. Мы активно сотрудничаем с самыми разными музыкантами. Приглашаем в наши концерты талантливых юных расположителей стиле проекта «Синяя птица». Работаем с ведущими джазовыми музыкантами России, братьями Айванова и их команды. Кроме того, у нас есть музыкально-литературные концерты как для детей, так и для взрослых, с ведущими актерами театра и кино. Мы работали с Сергеем Безруковым, Владимиром Назаровым, Александром Арсентьевым, Анной Гарновой. Планируется концерт, проект даже с Анатолием Белым и Аленой Бабенко. Это Руслан и Людмила Пушкин. Они будут читать. Мы постоянно сотрудничаем с Екатериной Гусовой, Юлей Рудберг, Павлом Любимцевым. Мы уже провели, сейчас мы закончили 13 сезон. 13 лет мы работаем с детьми. И вы знаете, я считаю это очень важно. Почему? Потому что дети – это наша будущая публика. Мы этим самым воспитываем этих людей, детей вернее, и привлекаем их к тому, чтобы они потом ходили не только на наши концерты, а вообще интересовались музыкой. Однозвучно гремит колокольчик, И дорога пылиться слегка, И уныло по ровному полю, Разливается песня мщика. Столько грусти в той песне унылой, Столько чувства в напеве родной. И в груди моей хладной остылой Разгорается сердце огнем. Мы также сотрудничаем с выдающимися хоровыми коллективами нашей страны. Капелла имени Юрлова, хором Минина, хором Танила Монастыря, хором Сретенского Монастыря. Концерты вашего коллектива в Ульяновске проходят в рамках гранта при поддержке Министерства культуры России и Росконцерта. Расскажите об этих гастролях и о программе в Ульяновске. Один из концертов Денискина рассказы рассчитан на детскую аудиторию. Чем, на ваш взгляд, привлекательна эта программа? По поводу гастролей. Вы знаете, наш оркестр объездил практически весь мир. Ну, я тоже, бытно с дирижером Большого театра, очень много обидел разных стран мира. И, кстати говоря, мне всегда хотелось посмотреть нашу страну больше, дальние ее части. И вот, когда я пришел в оркестр имени Осипова, я тоже здесь 13 лет, мы стали больше ездить по городам нашей страны. У нас огромная страна, я понял, что люди искренне любят народную музыку, свою культуру, и с терпением ждут наши концерты. Для меня лично важна очень эта миссия, показывать наше искусство и наш оркестр именно вживую разным людям нашей страны в самых разных городах. Потому что, одно дело, телевидение, там не все можно показать в исполнении, не все нюансы, ну, и прочее, может, всякие условности, которые есть в телевидении, радио. А вот живое общение с нами для меня очень важно. Что касается детской программы, с детьми мы работаем очень много, я даю большое значение этой работе. А концерт, который будет у вас, это дети хорошо принимают историю о Денисе Кораблеве. И поэтому мы очень любим эту программу. Денисе Кораблеве Денисе Кораблеве Денисе Кораблеве Денисе Кораблеве Вечерний концерт 13 марта, вечер с русским оркестром, пройдет с участием солистов Дарьи Рубцовой и Максима Павлова. Эти певцы уже знакомы у леновской публики. Расскажите, насколько плодотворно сотрудничество вашего коллектива с этими солистами? В чем, на ваш взгляд, проявляются особенности их таланта? Знаете, Дарья, наша постоянная солидка в ОСТ уже 10 лет. Она пришла к нам совсем юной исполнительницей. И за эти годы, я считаю, выросла в очень хорошую профессиональную артистку со своим особым звучанием, артистической харизмой и репертуаром самым разнообразным. С Максимом Павловым мы познакомились на фестивале современной музыки «Московская осень». И поэтому его образ и тембр очень своеобразный мне очень понравился. И мне казалось, что подошло очень хорошо нашему оркестру. И когда я узнал, что он принимает участие в мероприятиях фестиваля и будет в те же даты находиться в Ульяновске, я с радостью пригласил его поучаствовать в нашем концерте. В программе вечернего концерта прозвучат не только народные мелодии, но и классические, написанные для симфонического оркестра. Как удается сохранить звуковую палитру и характер этих произведений? Вы знаете, некоторые симфонические произведения не только, на мой взгляд, но на многих взгляд музыкантов звучат даже лучше, чем в симфоническом оркестре. Пример есть очень характерный, я же бы сказал. Это картинки с выставки Мусоргского. Они сделаны для рояля в оригинале. И потом было масса 28 обработок, и самое популярное у нас играют все в мире Равеля. Но однажды наш Евгений Федорович Светланов приехал и играл это в Америке когда-то, давно. А потом приехал народный оркестр, стал это играть. И в рецензиях писали в Америке, что это звучит даже лучше, чем в оркестре симфоническом. Я тоже считаю, что многие симфонические произведения очень хорошо звучат в оркестре народном. Вот эти же картинки в выставке мы к юбилею Мусоргского заказывали специально для нас. С нами работают многие аранжировщики. И они специально для нас делали только с клавира, с оригинала Мусоргского. Не учитывая ни одну инструментовку, сделанную другими. И поэтому мне всегда было очень важно, что каждый наш инструментовщик подходит по-своему. И музыка какого стиля будет аранжирована. И поэтому мы играем и джаз, мы играем очень разнообразную музыку. И вот у нас эта фантазия, ну как же, Сицилию показать с мандолина, сыграя соло знаменитого из «Крестного отца», мы это будем играть. И музыка какого стиля будет аранжироваться. И музыка какого стиля будет аранжироваться. И музыка какого стиля будет аранжироваться. составе. А что вы знаете о музыкальной жизни нашего города? Мы даже написали письмо членам жюри от Ассоциации дирижеров народных оркестров, письмо Министерства культуры, Министерства образования, чтобы обратили внимание на этот раздел в образовании. Потому что, естественно, бедным студентам не приходится сталкиваться в профессиональной маркетинге. Студенческие оркестры есть, но обучение дирижеров молодых проходит не на том уровне, не так, на мой взгляд, им дается часов, чтобы они постигли эту проспись. Это сама по себе очень трудная. Знаете, говорят, что вот дирижер народного оркестра. Когда-то была заметка Евгения Федоровича Светланова, посвященная юбилею Геннадия Николаевича Рождественского, где он написал, что вот, говорят, есть дирижеры народные, симфонические, духовые, хоровые. И это его слова, и я поддерживаю, что нет дирижеров таких, а есть дирижеры хорошие и плохие. Я думаю, нашим радиослушателям будет интересно услышать и вашу историю. Как судьба вас связала с Национальным академическим оркестром народных инструментов? Тут интересная история. Я когда пришел в Большой театр в 78-м году, попал туда по конкурсу, и тут вдруг в 79-м, по-моему, году или 80-м объявили, когда Дубровский ушел из оркестра, Виктор Павлович был прекрасный дирижер симфонический, по каким-то причинам он ушел из оркестра. И объявили прием дирижера в оркестр, ну, конкурс, скажем так. Вот я пришел туда тоже, мне было интересно. Я продирижировался, они нас двоих оставили, попросили потом нас вот продирижуют по отделению. Мы продирижировали. Они предложили в Евсейной Охудсовет, вот, мне прийти в оркестр. Я почувствовал, что мне в это время было слишком мало лет, чтобы прийти в такой оркестр. И вот через 30 лет после этого я попадаю в оркестр имени Осипова. И когда ко мне подходит тогда ведущий баллаешников, жив был Тихонов Тури Васильевич, я говорю, что же тогда они пришли к нам в свое время, 30 лет назад? Я говорю, вы знаете, я почувствовал, что не готов встретиться с таким оркестром на таком уровне. А вот сейчас я готов, я ему сказал. И вот уже 13 лет, как я возглавляю оркестр имени Осипова. Белые лица, румянницы вы мои, Сокатитесь и бела лица долой, Сокатитесь и бела лица долой, Едет, едет мой ревнивый муж домой. Он видит, видит подарок дорогой. Плетеную шелковую батажу. Не секрет, что многие народные песни уходят в небытие. Как вы считаете, это серьезная проблема, что молодежь не знакома с этими песнями? Я скажу, когда-то с большим чатом я много проехал по этим странам зарубежным. И беднейшие страны были мы в Румынии. В то время в Румынии даже по карточкам выдавали масло подсолнечное и сахар. Но круглые сутки работал один канал народного искусства. Круглые сутки. И такие каналы были в разных странах, они есть. У нас, к большому сожалению, этого нет. Я всегда это высказывал. Высказывал это сегодняшнюю мисс культуры Любимовой. Она прекрасно поняла это. Сама долгое время работала на телевидении, как она сказала. И вот, к сожалению, туда это пытаться вынести. Надо молодежь вытаскивать. Там бабушки, дедушки, да, это хорошо. Но давайте привлекать молодежь к этому. И молодежи показывают. У нас, вы скажите, знают молодежь русские песни? Что слова знают? Да, уверяю, у вас и подмосковные вечера не знают все. Погилы не знают все. Вот в чем проблема. Я считаю это большим пробелом в нашем народном искусстве, народной культуре. Мы недавно имели очень тесный контакт с китайцами. Уже второй год, и они даже хотят с нами подписать мебарандум о сотрудничестве на три года. И они прислали мне записи, их традиционно называется традиционный оркестр, в котором 155 человек состав. Играют они блестяще. В общем, мы писали совместный концерт, они давали 2 февраля у себя, новогодний концерт у них в феврале. И они давали по телевидению наши записи свои совместные. Это очень хорошо прошло. Вот это к Олимпиаде было, к приезду нашего президента. И в общем, вы знаете, я посмотрел их отношения. У всех консерваториях занимаюсь. Но это же глобальная проблема, которую мы сами сейчас не решим. Я просто вам вышел, запустил боль свою по этому поводу. Я об этом всегда говорю. И на всех уровнях мы, народные искусства, не попадаем в этот бизнес. Но пропадает народная культура. Корни пропадают наши. Нация, не имеющая корней, не имеет будущего. Это простая аксиома, которую я сказал, уже давно сказали. Это, на мой взгляд, очень болезненно. Для меня лично. И думаю, не только для меня. А вот мы встречались на конкурсе с дирижерами, ведущими страны народных оркестров. И, конечно, этих проблем много. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я думаю, что в этом смогут убедиться и зрители и слушатели Ульяновских. Что Вы пожелаете Ульяновским слушателям и 60-му юбилейному международному музыкальному фестивалю «Мир эпоха имена»? Во-первых, долгих лет жизни этому фестивалю, потому что это часто такая редкость. И я очень рад, что этот очаг теплится уже в 60-е в Ульяновске. В стране нигде нет, что было уже в 60-е. Только долгих-долгих лет жизни и нашего частого участия там. КОНЕЦ КОНЕЦ Напоминаем, что мы беседовали с народным артистом России, художественным руководителем и главным дирижером Национального академического оркестра народных инструментов России имени Осипова, дирижером Государственного академического Большого театра, профессором Российской академии музыки имени Гнесиных. Вот и все на этот час. С вами был Алексей Сорокин. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ 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 КОНЕЦ